Вырос обтым, что комбайны прозвучат на порядках 6-х годин ранницы до 22 вечера, вязков садичься не большим журналистским штампом. У 6-х годин кажутся на порядках ящей ляжить роса, убирать мокрое зерне не совсем рационально. Инчая справа, что в такий ранний час сами механизаторы, соправдуя уже на просунных местах, необходно ящей раз проверить технику и заправить комбайны палевом. Жниву не только на прожженный час, а ей махчимость не одаряно зарабить. Простои никому не потребны. У майстерних сельскохозяйственных предприемств сегодня тишиня. На боксах нема ни одной одинки техники. Одной с собой якого до технического стану тех же комбайнов с обе дорожей. Для комбайнера молодежного экипажа, сельскохозяйственного предприемства Утевска, Сергея Зубарова и его помощника Ильи Зюськова, это же него явно не самое простое. Частка посевов закинула у вынеку протяглась пехоты, а не многое с того, что досталось от нелепшей якости, как с весь и страты до минимума приходится прокладать значное намагание. Ходится, да, трошки больше регулировок, чтобы было меньше потерь. И так зерна мало, а сделать по минимуму все. Самые меньше низкие потери, чтобы были. Два тяжеловата, возникают проблемы, трудности, но я с ними справляюсь. Молодь Ломской области у этой уборочной компании принимает самый активный удел. В этом году впервые совместно с Фондом мира мы собрались реализовать такую акцию, как «Молодежный каравай-2018». По итогам мы выявим лучшую молодежь, и она будет поощрена крупными материальными призами. Еще у Красавяку в Добрском районе начали проводить работу по створению у сельско-сподприемцев молодежных отрадов. У Ксуп-Крупец в его состав вошли 10 наученцов местовой школы и Добрского лицея. Сегодня они працуют на зерне току. Работа максимально не самая творчая, а для корыстная. За каждую працованную годину бойцы отрада отрывают кля двух рублей. Я думаю, что мне лучше прийти здесь поработать, заработать какую-то сумму денег, чтобы потратить на нужные мне вещи. У кабинных комбайнов механизаторы проводят основную участку працанного дня. А тому створение для их належных бытовых умов – одна из головных задач для керевников господарки просоюзных комитетов. Все это у полови сельско-сподприемцев Добрского района набыли пересованные вагоны-сауны. Ящедно-обоязковое умово-харчевание в акционерном товаристве «Утевское» с травы на палетке и зерне токи приводить двочи на день. Причем сами работники платить за два обеда меньше, чем по 50 копеек при достатково разностаивном меню. Вот определенно есть мой конек, там это армейская такая, чисто горох с пшеном, с куриным бульоном. Заказывают в определенный день, например, сделают. Пожалуйста. Вчера был день ВДВ. Некоторые комбайнеры служили в воздушно-десантных войсках, заказывали праздничный обед. Для них было сделано рис с овощами, с кабачками, куры жареные, суп гороховой зеленью с колбасками. Ну, в общем, такое вот все. Никто не жалуется.